Счастье начинается с семьи. Каждая семья уникальна. Есть семьи большие и маленькие. Случается, что под одной крышей живет несколько поколений. Как чудесно, когда в семье есть не только мама и папа, но и бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Какой бы ни была ваша, важно, чтобы в ней царили любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу. Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг «Такие разные бабушки и дедушки». Подрастающие дети часто просят взрослых, своих родителей, бабушек и дедушек, рассказать о том, как они жили, когда были маленькими. Книга «Когда бабушка и дедушка были маленькими» известного писателя, психолога Екатерины Мурашовой и историка, популяризатора исторической науки Натальи Майоровой, погружает читателей в недавнее прошлое. Начинается книга с выяснения загадочного для маленького человека вопроса «Была ли бабушка когда-нибудь маленькой?» И оказывается, что была. И что жизнь в те годы была совершенно другой, по-своему любопытной и занимательной. Вы сможете совершить прекрасное путешествие в прошлое, читая маленькие истории о временах октябрятских звездочек, коммунальных квартир, промокашек, сифонов и многих других непонятных современным детям слов. А в конце каждой главы написаны задания для бабушек и дедушек. Например, вспомнить, как выглядел город в годы вашего детства, какой была улица, по которой вы ходили каждый день, какие на ней были дома, киоски, скверы, магазины, что изменилось, а что осталось прежним. Ведь очень часто ни внуки не знают, о чем именно расспрашивать бабушек и дедушек. Бывает, что и бабушки, дедушки не знают, о чем рассказать детям. Книга «Когда бабушка и дедушка были маленькими» не только помогает взрослым воссоздать некоторые реалии прошлой жизни, но и объясняет их современным детям на подробных иллюстрациях. Точные и выразительные рисунки Екатерины Бауман дают возможность наглядно представить описанные в книге предметы и события. Эта книга предназначена не просто для семейного чтения, но для совместного времяпрепровождения бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек с их внуками и правнуками. Она поможет вернуться в прошлое, многое вспомнить и пережить вновь. Поделиться с маленькими родными людьми радостным и печальным, серьезным и смешным, важным и мимолетным. Рассказать историю человека, семьи, города, страны, мира. Протянуть нити из прошлого будущее, связать из них завораживающий и запоминающийся узор. Норвежская писательница Анни Катрине Весли уже давно стала классиком детской литературы. Ее книги, переведенные на многие языки, любят и с удовольствием читают по всему миру. Более чем за полвека литературного творчества Весли написала более 56 книг и у себя на родине получила почетное звание бабушки всей Норвегии. Но, пожалуй, наибольшей популярностью пользуются ее повести про папу, маму, бабушку и восемь детей. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик – книга для семейного чтения, в которой юному читателю без нравоучения и назидательности с юмором преподносятся уроки жизни. Жила-была большая и прибольшая семья – папа, мама и целых восемь детей. И еще с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Еще бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью. Вот так писательница представляет своих героев. Она рассказывает о жизни многодетной семьи, в которой родители всегда находят общий язык с детьми. Автор не скрывает, что любит своих героев и ее любовь передается читателям. Герои ее книг – люди простые, но очень симпатичные, добрые, честные, трудолюбивые. Взрослые здесь не теряют умение относиться с юмором к себе самим и друг к другу, какие бы уроки не преподносила им жизнь. А главное, они удивительно хорошо понимают своих детей и сохраняют это понимание, чтобы те не натворили и чтобы еще не напридумывали. Книги Анни Катрины Вестли немного похожи на сказки. Они всегда хорошо заканчиваются. Но это не сказки, а самая настоящая, очень непростая жизнь. И если в ее книгах счастливые концы, то это только потому, что ее герои неизменно добры и внимательны, в любую минуту готовы прийти на помощь друг другу, на них всегда можно положиться. Семейный портрет на фоне эпохи, созданный в книге Ольги Колпаковой «Суперсилы по наследству. Мои советские дедушки» построен на реальных событиях. Кто из нас не мечтает о суперспособностях? Быть невидимым, дышать под водой, преодолевать любые препятствия, совсем как герои популярных комиксов. Пока Кузьма и Данила всерьез озабоченный поиском источника суперсил, Полина уже нашла его. И это не укус паука и не сыворотка с радиоактивными ингредиентами, а история собственной семьи. Русановы поселились в Сибири больше ста лет назад. Основатель рода Кузьма Анисимович по семейным преданиям обладал даром целительства. А его сын, дед Семен, долгожитель, хранитель заимки старой Ветлы. Русановы умеют прятать и сохранять сокровища, быстро бегать и плавать. Главное не забыть открыть реку, прежде чем купаться. Ольга Колпакова, писатель, журналист, автор множества книг для детей разных возрастов. Небольшие экскурсы в историю, проведенные Иваном Приваловым, помогают лучше понять время, в котором довелось жить советским дедушкам. Проиллюстрировала книгу Светлана Кучер. Для нее эта история о самом важном и настоящем. Об умении не сдаваться, бороться за себя, за дорогих людей, не опускать руки и не терять достоинства в самые разные времена. Повесть Юлии Кузнецовой «Дом П» – это рассказ о самой обычной семье с мамой, папой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика в школу, Тина в сад, а бабушка Женя сидела дома. Она была очень доброй, заботливой и больше всего на свете боялась огорчить сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов семьи. Например, чтобы никого не пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы смотрит, а занимается боксом. Однажды папа встретил своего одноклассника, и тот рассказал ему, что он теперь директор одного чудесного места, где старички и старушки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же отправил бабушку Женю в дом престарелых или дом П. Выговорить словосчитание полностью у него как-то не получалось. Бабушка Женя очень не хотела туда уезжать, потому что совсем не устала заботиться о любимых людях, но еще больше не хотела огорчать сына и поехала. О том, что случается, когда мы не говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и рассказывает эта повесть. А еще о том, как важно быть рядом с тем, кого действительно любишь. Автор повести Дом П. Юлия Кузнецова, лауреат премии «Заветная мечта» Международной детской литературной премии имени Крапивина и книгу Ру. Анджела Нанетти – итальянская писательница, автор нескольких десятков книг для детей и подростков, которые переведены более чем на 20 языков мира. Книга Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» в первую очередь о настоящей любви, о любви внутри семьи. Она очень добрая и теплая, и заставит вас не один раз улыбнуться и посмеяться. В ней много тонких деталей и чрезвычайно живых героев, которые далеко не всегда люди. Это удивительно теплая история о маленьком мальчике Тонино, который вспоминает события своего детства и всей его семьи. Старика Тавиана, немного странный со своей энергией, чувством свободы и способностью слышать дыхание дерева. Он посадил вишневое дерево, которое стало лучшим другом его внуку. Вишня, о которой сказано в названии книги, это символ рождения матери Тонино. У нее прекрасное имя Феличи, и она помогает и деду, и внуку думать и любить. А еще она помогает играть, потому что по ней можно замечательно лазать. И этому Тонино учит дедушка. Но что же еще надо для счастья ребенку? У этой вишни было сделано несколько важных семейных фотографий, с ней связано много историй, и она здесь словно связующее звено для всех героев. И так появилась на свет история о необычном дедушке, который умел слушать растения и верил, что человек не умирает, пока вишневые деревья продолжает жить для него. В книге «Мой дедушка был вишней» показана вся наша жизнь с ее радостями и бедами, семейными неурядицами и победами. Книга «Мой дедушка был вишней» вошла в список выдающихся книг для детей «Белые вороны», составляемые Международной Мюнхенской юношеской библиотекой. Была отмечена премия в Италии, Германии и Франции. Автор ее Анжела Нанетти была номинирована на главную премию в детской литературе – премию Андерсона. Нужно беречь наших бабушек и дедушек, любить их и заботиться. Ведь только они могут подарить нам самую большую любовь и заботу, пронесенную через всю их длинную жизнь. Пусть совместное времяпрепровождение будет частым источником радости и теплых воспоминаний. Собирайтесь в гостиной и читайте детям вслух, обменивайтесь мнениями о прочитанных книгах. Желаем вам приятного семейного чтения!